Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале, на котором вас всегда ждет огромное количество видео по танкам. В день моим подписчикам YouTube отправляет не более трех уведомлений, а новостей, как правило, в день гораздо больше, нежели три новости. Поэтому, если хотите вообще ничего не пропускать, подписывайтесь на оба моих канала, там публикуются разные видео, прожимайте на колокольчики, ну и, соответственно, ничего не пропустите из того, что разработчики для нас подготовили. Ну а в этом видео, ребята, обсудим жнеца, которого я достал из вот этих вот контейнеров. Как это происходило, можете посмотреть по ссылочке в видео, ссылочку добавил в описании. А в этом видео, как я уже сказал, будем делать абсолютно честный обзор на данную новую ПТ-шку. Что ПТ-ха собой представляет? Очень круто забронирована салба, просто до безобразия круто. Особенно если вот так вот мансишь, выцелить что-то серое практически невозможно. Да, понятное дело, что борта просто огромные, картонные, пробиваются с лихвой. Ну и в отношении кормы тоже, в принципе, хвастаться особо нечем. Короче говоря, ПТ-ха такая, знаете, для продавливания какого-то направления. Причем ехать желательно сразу с тяжелыми танками. Ну и работать не дальше, нежели среднее расстояние от соперников. На дальних расстояниях, с учетом особенностей орудия, играть действительно сложновато. В отношении подвижности, вопросов вообще никаких не вызывает. Типичная подвижность для ПТ-хи таких размеров, и она меня вообще не удивила во время теста данной ПТ-шки. Вперед едем со скоростью 46 километров. Вполне нормальное движение, тут вопросов нет. В отношении того, чтобы сдать назад, 18 километров, и я бы не сказал, что это классный показатель. Хотелось бы 20, но окей, терпимо, хорошо. В отношении скорости поворота корпуса, 34,5 градуса в секунду. В целом неплохо, но опять-таки порой чуть-чуть не хватает. Особенно, когда тебя пытаются закрутить, понятное дело, у них это, как правило, получается. Особенно, если это делает какой-нибудь легкий танк, либо проворный средний танк. В отношении орудия, вот здесь действительно есть что обсудить. Я покажу потом оборудование, которое я поставил. В отношении амуниции, я поставил себе сухпайок. Я отказался от консерв, потому что они ничего особо не добавляют. И поставил себе две канистры. Больше ничего здесь особо уникального не предусмотрено. По снаряжению, все в целом, как обычно, две ремки, плюс у нас установлен здесь форсаж. Почему две ремки? Ну, как минимум, исходя из того, что вероятность возгорания двигателя 20%. Это не так уж и мало. И плюс к тому могут загуслить. Поэтому желательно две ремочки возить. Но это мое предположение, мое предпочтение. И я не говорю, что это правильно. Я просто показываю, как стоит у меня. И не то, чтобы я рекомендовал делать именно так, как это делаю я. Оборудование поставил себе, понятное дело, на пробитие. Потому что от вентилятора, опять-таки, смысла практически никакого нет. Ну, единственный смысл, это может сэкономить полсекунды перезарядки магазина в целом. Но играя на калиброванных снарядах, показатель по времени перезарядки магазина меня абсолютно не смущает. А вот пробитие в 257 очень даже неплохо на базовом снаряде. Здесь поставил себе защитный комплекс, маскировочная сеть, маневренность и подвижность улучшил. Поставил себе на дополнительную броню, потому что она и так есть и есть, что улучшать. А хп-шка добавляется всего лишь в размере 52 единиц, поэтому разговаривать не о чем. Здесь у нас, в принципе, по стандарту и в этих двух слотах на улучшение сведения. Потому что даже с установленными улучшениями именно по сведению в двух слотах, мы все равно имеем время сведения в 3,7. Именно поэтому я и говорю, что отрабатывать на данной ПТХ необходимо не более чем на среднем расстоянии от соперника, а лучше всего вообще вблизи. Дело в том, что орудие делает два выстрела за одно нажатие, ну по типу нашего Хельсинга. И таким образом получается, что на дальних расстояниях, как правило, второй снаряд уже нормально в соперника не попадает. Средний урон за выстрел 270 единиц. Если вы делаете два попадания, два пробития, то получается в среднем 540, что очень приятно. А вот если у вас попадает только один снаряд, то считайте, что это был комариный укус на 270, чего, в принципе, понятное дело, мало. И вы уходите на перезарядку на 13,5 секунд. ДПМ вполне себе реализуем, если научиться играть на данной ПТшке осторожно в смысле танкования. Ну а не в смысле того, чтобы стоять где-то в кустах у себя на респе. Ну и есть ложка дегтя в этой довольно-таки немаленькой бочке меда. Это угол склонения орудия вниз, минус 6, которого действительно очень часто не хватает. И к нему придется довольно-таки долго привыкать. В отношении бронирования, по броне здесь салба все классно, все просто супер, как я говорил. И когда вы играете от какой-то неровности, то выцелить что-то в вашей вот этой вот округленькой вот такой маленькой рубке, ну практически невозможно, разве что будут пытаться как-то поцарапать вашу краску какими-то фугасами в районе там от 50 до 100 единиц, чего в принципе вы не прочувствуете. Ну что, берем ПТху и поехали в первый попавшийся бой. Ну что, друзья, давайте будем заценивать, как обычно, начинаем с зацена подвижности и маневренности. Сейчас только посмотрю, кто куда едет. Все едут с нами? Класс, поехали. По подвижности не вызывает вообще никакого удивления, просто едет и в целом этого достаточно. В отношении маневренности. Довольно неплохо заходит в повороты, на нем довольно просто вот так вот мансить, а это довольно часто надо для того, чтобы увеличить вероятность непробития. Хотя машина и так обладает такой броней, что когда смотришь сам на себя через прицел с пробитием в 257, понимаешь, что пробивать просто некуда. По точности. На дальних расстояниях точностью не хвастается однозначно. На средних расстояниях в основном заходят оба снаряда, ну а на ближних расстояниях можете рассчитывать на то, что однозначно будете два снаряда закидывать в своего соперника. По углу склонения орудия вниз. Действительно не сильно удобно, особенно на вот подобных картах, на которых холм на холме и холмом погоняет. Поэтому стоит готовиться к тому, что играть будет не сильно удобно, если не привыкнете к этим минус 6 градусам. И стоит также отметить, что машина самостоятельно за себя постоять практически не может. То есть, если вы встретите нескольких соперников, то, соответственно, они вас явно разберут. Как бы вы не хотели выжить, у вас-то не получится. Однозначно начнут закручивать для того, чтобы подойти к вашим, я бы сказал, не сильно забронированным бортам. Ну и, соответственно, вам обязательно нужны ваши союзники, которые будут вас поддерживать, пока вы будете кого-то выцеливать. Ну, великолепно! 500 единиц урона закидываем. И все это благодаря тому, что отстаивались в небольшой низинке, от которой могли работать именно от угла склонения орудия и получили достаточное количество непробитий. Но будет кто-то проскакивающий. Нет, проскакивающих товарищей, не желающих получить в дыню, нет. Поэтому продолжаем триумфальное шествие. Вот она! Вот она командная работа во всей ее красе. Ну ладно, поехали. Две ТТшки. Единственное, что сейчас опять, блин, под горку подниматься. А угла склонения, как я говорил, не сильно достаточно. Но ничего, сейчас попытаемся что-то сделать хорошего. Но приедем, я больше чем уверен, что на небольшом расстоянии закинуть два снаряда получится. Ждем сведения и поехали! 544 единицы. Я не могу сказать, что Жнец это прям вот такая вот имбища, которая будет разрывать рандом. Нет, разрывать рандом он не будет. Но то, что эта тачка уникальна, это однозначно. Гасит, ну прям вообще по красоте. И действительно получаешь массу удовольствия. Тяжелый танк закрутить тебя не сможет однозначно. Конечно, в отношении средних легких танков, то, что его будут закручивать, тоже не вызывает какого-то удивления. Было бы странно, если бы он еще и вертелся, как юла на месте. И тогда был бы вообще неприступной стеной. В отношении наших результатов. Практически ничего не делая. 2000 единиц нанесенного урона. Ну а в отношении того, что это в результатах нашей команды, то с несущественным, но все-таки отрывом первое место в нашей команде. Да, у меня не получилось никого загасить. Просто физически не успевал за союзниками. И если вдруг жнец вам достался, и вы его все-таки получили, то помните. Жнец это командный игрок. Это ПТ-шка поддержки, которая должна находиться рядом со своими союзниками и раздавать под вас наряда на небольших расстояниях. И тогда вы будете действительно получать удовольствие от игры. Я побежал снимать следующее видео специально для вас. А вам, друзья мои, искренне желаю мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.